Я с того, что апрель был хорошим месяцем, и сейчас еще пока начало 4 дня прошло мая, пока мы ведем подсчеты, финансовые подсчеты, но по самым скромным подсчетам мы в апреле прибавили где-то 10-15% товароборда, компания выросла по сравнению с мартом. В март был у нас очень хороший месяц, где мы прибавили порядка 45% от февраля, и в апреле мы сейчас еще раз выросли, это порядка 10-15%. В апреле у нас была насыщенная событийная линейка, у нас было очень много различных форумов, вебинаров, порядка 15 оффлайн-форумов у нас прошло в апреле, также в апреле была 3-4 апреля у нас была школа 20, где у нас собрали самые-самые эффективные партнеры, партнерское сообщество. То есть апрель был таким очень хорошим месяцем. И так как у нас было очень много оффлайн-форумов, и я хочу с вами поделиться теми, скажем так, наблюдениями, которые у меня случились, значит, каждый форум, на каждом форуме у нас выступают наши клиенты, и клиенты выступают, как правило, со своими кейсами. То есть они рассказывают о том, как они используют UDS, как они используют продукт в своем бизнесе и каких они добиваются результатов. И сейчас, в последнее время, когда я просматриваю эти кейсы, то есть я просматриваю кейсы в различных формах, то есть мне очень важно посмотреть, узнать, как пользуются клиенты нашей платформы и какие они получают результаты. И в последнее время, просматривая, значит, кейсы наших клиентов, я выделил одну очень интересную особенность. Значит, у нас есть такое понятие, как источник трафика. Вообще, давайте начнем с того, что в феврале у нас были итоги года, значит, я думаю, что большинство из вас были на этом мероприятии. И если вы помните, мое выступление в самом конце, я говорил о том, я говорил о стратегии развития компании на 2021 год, каким образом мы будем развиваться и где мы видим вот эту точку приложения наших усилий, то есть что нужно форсировать. И я вам там говорил о том, что UDES – это платформа, и как любая платформа, она объединяет две аудитории. В нашем случае это предприниматели и аудитория пользователей. И предпринимателей у нас сегодня 6 тысяч предпринимателей, а пользователей на сегодняшний день уже 12,5 миллионов. Я говорил о том, что на разном этапе развития платформы для того, чтобы была на платформе экономика, для того, чтобы, скажем так, органически шел рост, мы должны постоянно ловить баланс вот этой аудитории. И я говорил о том, что в 2021 году перед нами стоит задача, мы хотим не просто улучшать продукт, но также мы хотим работать над тем, чтобы у нас появлялось как можно больше пользователей. И если вы помните, я говорил о том, что наша задача сделать 20 миллионов, наша полярная звезда сделать 30 миллионов пользователей, но задача минимум – это в этом году прибавить 20 миллионов пользователей. И я вам говорил о том, что вы должны понимать, что когда на платформе, у нас уже сегодня много пользователей, но когда на платформе 20 миллионов пользователей, например, 30 миллионов пользователей – это 20% населения нашей страны, то это уже совсем другая экономика. То есть абсолютно любой предприниматель будет принимать решения не только из-за софта, который есть на платформе, но и из-за трафика, то есть из-за той большой аудитории, которая сегодня есть в приложении. Я говорил о том, что мы будем работать над тем, чтобы количество пользователей у нас увеличилось, и это так или иначе органически будет приводить клиентов, потому что клиенты, предприниматели будут приходить за трафиком, они будут приходить за этой большой аудиторией. И я говорил о том, что вот у нас будет 20 миллионов, и вы, ребята, вот это увидите. На самом деле все произошло намного быстрее, потому что смотря кейсы предпринимателей на наших форумах, я увидел, что предприниматели уже начинают рассказывать о том, что сам факт нахождения предпринимателя на платформе уже дает ему клиентов и уже дает ему оборот. Вы знаете, что у нас в приват-продукте есть такой инструмент, на платформе есть такой инструмент, который называется «Источники трафика». Значит, это тогда, когда вы можете посчитать эффективность вашего канала трафика, вы можете посчитать там эффективность, ну, любого там Instagram, какая-то обычная реклама, телереклама, еще как-то, то есть неважно. То есть вы можете посчитать, оцифровать абсолютно любой канал трафика. И среди, значит, всех источников трафика есть такой трафик UDS App. То есть это трафик платформы. То есть если у вас есть консоль, если вы предприниматель, вы можете сейчас зайти в источники трафика и посмотреть, UDS App – это трафик платформы. То есть мы показываем, какое количество клиентов привела платформа. То есть это не ваши усилия, это не усилия ваших людей, которые делают рекомендации. Это просто, то есть это те люди, которые были на платформе, они увидели ваш бизнес и просто присоединились и начали там делать покупки. То есть вы можете посмотреть, какое количество клиентов присоединилось, какое количество клиентов купило и на какую сумму эти клиенты купили. Понятно, что там можно посмотреть в разрезе каждого клиента, его там средний чек, LTV и так далее. Но тем не менее, уже сейчас это можно посмотреть. И последнее время на форумах предприниматели начали показывать вот этот источник трафика. Они говорят, вот UDS App, платформа нам привела такое количество клиентов. Значит, я попросил департамент продукта, чтобы они мне скинули несколько вариантов, несколько кейсов их клиентов с вот этим источником трафика. То есть посмотреть, какое количество клиентов привела платформа в бизнес. Я сегодня подобрал подборку, мне пришло очень много, очень много результатов. Я выбирал, то есть если бы все мы с вами сейчас загрузили, то мы бы с вами, я не знаю, до конца вечера, до конца дня сидели бы и перебирали эти варианты. Я хочу вам показать те, которые я отобрал. Ну, например, магазин женской одежды, мы видим источник трафика UDS App. Значит, это говорит о том, что клиенты 258. То есть из платформы пришло 258 клиентов. То есть сам факт нахождения предпринимателя на платформе, вот конкретно этого предпринимателя, платформа дала ему 258 клиентов. Из них совершили покупку 132 человека. И общий оборот по этому источнику трафика состоял почти 600 тысяч рублей. Еще раз, клиент находится на платформе, он платит 30 долларов в месяц, это там 2 тысячи рублей, 2 с лишним тысячи рублей. Каждый месяц 2 с лишним тысячи рублей клиент платит, но платформа дала ему сегодня оборот уже 600 тысяч рублей. Я не знаю, может, на лист этого бизнеса, но вы понимаете, что уже сегодня сам факт нахождения платформы окупает ту абонентскую плату, которую платит клиент за то, что он находится. Идем дальше. Это мы с вами только-только начали. Сейчас следующее, что у нас дальше. Следующее, например, сеть автомоек. Та же самая история. Источник трафика UDS App. То есть то количество клиентов, которые пришли по рекомендации, совершили покупку 183, оборот 700 тысяч. То есть в эту сеть автомоек на эти мойки от платформы приехало такое количество человек и сделали такой оборот. Идем дальше. Тоже интересный кейс. Это наш клиент из Объединенных Арабских Эмират. Доставка овощей и фруктов. Значит, 30 дней использования. То есть они только появились на платформе, буквально месяц. И за это время только сама платформа нагенерила трафика и оборота на почти 42 тысячи рублей. Идем дальше. Ресторан в Украине 800 тысяч рублей нагенерила платформа. Сфера косметика 763 тысячи. Автосервис 853 тысячи. Салон красоты 945 тысяч рублей нагенерила оборот с платформы. Затем ювелирный магазин 866 тысяч рублей в Украине. Детская обувь, магазин детской обуви 1 миллион 400. Банный комплекс, я так понимаю, это в Самаре. Оборот 1 миллион 200. Почти. Сфера массаж. Это услуги. 1100 пришло клиентов с платформы. Магазин двери и потолков. 1 миллион 772. Затем наш клиент в сеть Бестро. Станица Динская, Краснодарский край. Мы много раз о нем слышали. Это маленькая станица, там малое количество населения. Но тем не менее, сегодня уже оборот по трафику с платформы 2,5 миллиона. Идем дальше. Станция техобслуживания, миллионы. Медцентр, медицинский центр, платформы нагенерил 4 миллиона 400 тысяч. Еще раз, ребята. То есть, вот эта сумма, 4 миллиона 400 тысяч, это клиенты, которые уже были на платформе. И когда появился этот клиент, наш предприниматель, эти люди к нему пришли. То есть, на сегодняшний день уже 12,5 миллионов аудитории, которые есть у нас пользователи, они уже сегодня генерят очень хороший оборот тем предпринимателям, которые на платформе есть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что через некоторое время, пройдет некоторое время, и мы с вами можем просто приходить предприниматель и говорить, что смотри, вот здесь, вот в этом приложении, на сегодняшний день 15 миллионов, 20 миллионов пользователей аудитории. Это огромная аудитория, которая сегодня хочет пойти и покупать. То есть, она хочет покупать, она хочет получать бонусы и так далее. Тебе нужно просто здесь быть, и это вопрос, там, 30 долларов в месяц, тебе нужно находиться на этой платформе. Что мы с вами видим дальше, вот там, 3 миллиона, это стоматология. Что у нас там, ресторан в Саратове, 8,5 миллионов. 8,5 миллионов оборот нагенерила платформа. Клиент платит 30 долларов в месяц. Платформа дала оборота 8,5 миллионов. Затем, кафе, 3 миллиона 600. Магазин техники, Apple, Xiaomi, Samsung, почти 7 миллионов оборотов. Магазин нижнего белья, 8 миллионов 300 тысяч оборотов. Значит, ПАП. Заведение 12,600, то, что нагерила платформа. Супермаркет в Саратове, 16 миллионов, то, что дала платформа. Тоже магазин техники, Apple, 18 миллионов. Сфера курорт и здоровье, 26 миллионов. И вот самый-самый большой результат, который я нашел, это 44 миллиона. То есть, 44 миллиона рублей нагенерила платформа одному из клиентов. Еще раз. Сам факт нахождения клиента на платформе уже дает ему сегодня клиентов, которые приходят, покупают и предприниматели таким образом зарабатывают деньги. И, как вы видите, вот в этом кейсе, то есть те кейсы, которые я перечислил, уже практически, ну, все, наверное, предприниматели, они за счет платформы окупают вот эти 30 долларов. То есть, ты пришел на платформу, платформа дает тебе клиентов, за счет которых ты окупаешь 30 долларов ежемесячный платеж в сторону софта. Я думаю, что это, наверное, отличное предложение, которое мы сегодня на рынке делаем. И смотрите, мы сейчас идем в то, что мы увеличиваем количество пользователей. Мы сейчас активно над этим работаем. Внутри компании сейчас, команда разработки, она занята также настройкой инструментов для того, чтобы продавать трафик, то есть для того, чтобы сделать трафик эффективным, для того, чтобы вот этот пользовательский опыт тех людей, которые скачивают мобильное приложение, он становился все лучше и лучше, потому что чем больше будет, чем лучше будет опыт пользователя приложения, тем эффективнее будет взаимодействие его с предпринимателем, и тем лучше будет предприниматель. То есть сейчас в компании делается очень много для того, чтобы мы с вами, Ну вот здесь и сейчас уже начали расти экспоненциально. И я говорю о том, что через некоторое время уже, наверное, это возможно, но через некоторое время точно можно будет просто закрывать сделки тем, что тебе нужно, предприниматель приходит и говорит, что тебе точно нужно быть на этой платформе, потому что здесь уже рынок, здесь уже люди, здесь уже аудитория. Более того, внутри платформы есть инструменты, как с этой огромнейшей аудиторией начинается им действовать. Если мы с вами раньше продавали просто софт, то сейчас еще подъезжает такая возможность продавать трафик. И это то, что будет очень хорошо нас усиливать. И это то, что добавит еще больше к нам клиентов. И еще очень важный момент, который, скажем так, я осознал то, что когда я смотрел кейсы наших предпринимателей на форумах, я осознал еще такой момент. Смотрите, мы занимаемся развитием платформы. То есть еще раз, UBS – это платформа. И задача любой платформы – это соединять две аудитории. То есть, например, задача Uber – соединять таксистов и их клиентов. Задача Airbnb – соединять тех, у кого есть жилье, с теми, кто хочет это жилье арендовать. И, значит, проблема вообще абсолютно любой платформы, проблема любой платформы – это задача номер один вообще для любой платформы. Это вот эти две аудитории, чтобы сделать так, чтобы внутри платформы возникла экономика, чтобы эти аудитории взаимодействовали. Это самый сложный момент, который вообще есть на платформе. Потому что я думаю, что вы знаете, что очень много платформ на самом деле выходило на рынок. И мы знаем, ну не знаю, ничтожнейший процент, которые выжили, которые справились с задачами, которые перед ними стояли. И мы эти платформы всего не знаем. Еще раз, самая большая задача – это создать вот этот баланс аудитории для того, чтобы в платформе создалась органическая экономика. Ну, например, если мы будем с вами создавать платформу для такси, то нам нужно и таксистов привезти, и пользователей. Например, мы начинаем приводить таксистов. Мы привели много таксистов на платформу. Но таксисты скажут, нет клиентов, нам здесь неинтересно, нам нечего делать, потому что у нас никто заявки не принимает. Они могут уйти. Если мы на платформу приведем в начале пользователей, то они скажут, нет таксистов. То есть я захожу в приложение, а ни одной машины нет. Или я жду машину там 40 минут. Нет, мне это не устраивает. То есть вы понимаете, да, вот эту сложность. То есть нужно две аудитории делать так, чтобы постоянно они росли, и между ними была органическая экономика. Внутри платформы была органическая экономика. Вот, на мой взгляд, мы вот этот процесс тяжелого становления, мы его прошли. То есть сегодня на платформе есть уже экономика внутренняя, и она развивается органически. И вот те слайды, которые я приводил до, это как раз-таки прямое доказательство, что на платформе начала работать экономика. То есть аудитории начали взаимодействовать уже, в принципе, без каких-то наших вмешательств. То есть есть предприниматели, которые пользуются софтом, есть пользователи, которые скачали приложение, и они начинают уже взаимодействовать, они начинают себя находить. Все. Вот теперь, вот после вот этого, то есть вот этого момента, это такая, скажем, отсечка в продукте, после которого продукт обычно взлетает по экспоненте. Я думаю, что вы сами сейчас это ощущаете, вы сами это чувствуете, что, ну вот буквально еще чуть-чуть, и будет вот этот вот взлет в количестве и клиентов, который опять подтянет количество пользователей, пользователи выросли, они опять пока подтягивают количество клиентов и так далее. И это все уже начинает идти органически. Наша задача просто делать все лучше и лучше инструмента, чтобы этот опыт пользовательский и клиентский опыт был все лучше и лучше, все эффективен. Вот на каком этапе мы сейчас с вами находимся. Вот, то есть это вот тот фундамент, на котором мы с вами стоим двумя ногами, твердый, прочный фундамент продукта, с которым мы с вами сегодня работаем, продукт, который сегодня действительно интересен рынку. И вот здесь я написал, что сегодня, то есть если говорить о нашей нише и о нашей, ну так скажем, о нашей самой лучшей компетенции, помимо того, что мы программа лояльности, да, под ключ, помимо того, что мы платформа, мы сегодня еще с вами номер один платформа по оффлайн кэшбэку. То есть сегодня есть платформы по онлайн кэшбэку, их много, то есть вы зайдите там в App Store или там вбейте в поисковике кэшбэк онлайн, и вам будет очень много там сайтов, которые занимаются онлайн кэшбэком. Но сегодня вообще практически нет тех, кто занимался бы оффлайн кэшбэком. Что такое оффлайн? Когда я прихожу в магазины, которые находятся, ну то есть оффлайн, и я там получаю кэшбэк. То есть такого вообще продукта, такого софта сегодня, не знаю, может быть он есть, но, то есть мы сегодня точно номер один платформа по кэшбэку оффлайну. Мы точно номер один в СНГ, я не знаю, я не смотрел весь мир, то есть надо посмотреть Европу, Азию, надо посмотреть Америку. Но вот сейчас вот поверхностно посмотреть, сегодня нет такого абсолютного решения. И это наше сегодня, наверное, одно из самых сильных УТП, мы номер один платформа по кэшбэку оффлайн. И сегодня, скажу так, последние новости из корпоративного мира, крупного корпоративного мира, сейчас крупные гиганты, они об этом думают. То есть они думают о том, что они оцифровали онлайн кэшбэк, они уже понимают, как это делать. В каждом абсолютно банке, у каждой крупной корпорации есть свои, там несколько сервисов онлайн, вот, но нет оффлайн, потому что это очень сложный, трудоемкий процесс. И, скорее всего, обычные модели продвижения, они не работают в этой сфере. Вот именно наша модель продвижения, как мы работаем через партнерскую программу, она нам и позволяет делать оффлайн бизнес, потому что, ну, партнерская программа, большое количество увлеченных партнеров, и это нам позволяет доходить до клиента и с ним разговаривать и объяснять ему преимущество нахождения на этой платформе. Вот, то есть сейчас вот как будто такое ощущение, что это мои наблюдения, которые меня посетили в апреле, когда я ездил на форумы, смотрел форумы и так далее. То, что мы сегодня с вами, вот, как бы вот все сейчас складывается, все звезды складываются к тому, чтобы вот сейчас уже начался вот этот рост по экспоненте. Значит, вот такие вот хорошие, интересные, приятные наблюдения. Затем мы с вами плавно переходим в то, что будет дальше. Значит, ну, во-первых, значит, я думаю, что вы уже видели на канале, у нас новость о том, что наш директор по развитию, Арат Измайлов, он будет выступать, то есть мы хотим выступить на Гастрит, и Гастрит – это самый крупный оффлайн-форум по общепиту. Значит, и, то есть туда можно попасть как народный спикер, то есть можно заявиться, и идет голосование, и тебя могут, то есть тебя могут пригласить на, то есть если там много голосов за тебя, то тебя могут пригласить. Поэтому зайдите, пожалуйста, в Телеграм-канал, посмотрите там 2-3 новости вверх, отмотайте, посмотрите, там есть ссылка. Если вы этого еще не сделали, пожалуйста, зайдите по ссылке и проголосуйте за Айрата, и тогда мы точно, наш спикер выступит на Гастрит и расскажет всему миру, всему предпринимательскому, предпринимательскому сообществу о том, что у нас есть классный для них продукт. Идем дальше. Давайте посмотрим событийную линейку на май. Май у нас тоже будет очень активный и продуктивный. Значит, несмотря на праздники, у нас большое количество мероприятий, давайте мы их обсудим. Вы, пожалуйста, для того, чтобы… Я на всех школах, на которых я вступаю, я говорю, для того, чтобы в этом бизнесе добиться больших результатов, вам нужно просто взять событийную линейку компании и интегрировать ее в свою жизнь. То есть взять событийную линейку компании и интегрировать свою жизнь. То есть в этом месяце, в мае, у нас будет много мероприятий. Каждое мероприятие – это инструмент для развития вашего бизнеса. Каждый форум – это инструмент для того, чтобы ваш бизнес развивался. То есть все партнерское сообщество работает на то, чтобы ваш бизнес развивался. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, этими инструментами. Если вы где-то видите, что в вашем городе это точно, если в вашем городе проходит форум, надо быть именно на нем обязательно. Если в каких-то других городах проходит форум, и сегодня мы работаем в эпоху онлайн, это не проблема. сделать так, чтобы на форуме в каком-то городе были от вас гости, чтобы люди пришли, послушали. Еще раз, на каждом форуме, ребята, выступают предприниматели, которые рассказывают свои собственные кейсы. И они рассказывают, что вот я пришел на платформу, я заплатил там 30 долларов, а платформа дала мне вот такой вот оборот, она мне дала вот столько денег. И когда ваш клиент придет, то есть потенциальный клиент придет на этот форум, он это услышит, он однозначно как минимум заинтересуется, вам позвонит и спросит. Возьмет у вас ссылку на 7-дневный триал, попробует, вы его свяжете с внедренцем, и все, и клиент уже на платформе. Поэтому пользоваться нужно обязательно этой событийной линейкой. Поехали. Во-первых, через несколько минут после меня у нас будет VIP-день, это будет обучение онлайн от наших партнеров, это первые чеки Ивана Наталья Сорокина. Они будут проводить обучение для партнеров на пакете VIP. То есть, несмотря на праздники, это хорошее время для того, чтобы поучиться. И все партнеры на пакете VIP, вы сейчас можете зайти в свой бэк-офис, у вас там есть ссылка у тех только партнеров, у которых есть пакет VIP. Ссылка, пароль, вы по ней заходите и заходите на вебинар. Вебинар начнется в 12 часов, то есть это через, буквально через полчаса, через 30 минут начнется это обучение. Это тоже очень важное мероприятие, на котором нужно обязательно быть, если у вас есть пакет VIP. Затем идем дальше. Мероприятие в Иркутске. 14 мая будет форум в Иркутске. И сейчас просто нужно спросить у кураторов, если вы в этом городе или рядом, или у вас есть знакомые, которые есть в этом городе, пожалуйста, найдите контакт организаторов, узнайте, где будет это мероприятие и отправьте туда своих людей. Затем 15 мая в Иркутске вы, пожалуйста, это фиксируйте. То есть у вас должна быть прописанная событийная линейка компаний. Она еще будет дорабатываться. То есть это те мероприятия, которые на данный момент согласованы. Будут добавляться еще новые мероприятия. И вам нужно иметь вот этот календарик по мероприятиям, потому что наша работа – это работать от мероприятия до мероприятия. Мероприятие прошло, мы потом работаем на следующем мероприятии. Затем дальше у нас Москва. Тоже 15 мая, тоже мероприятие. Затем Новосибирск. Следующая, Новосибирск, 18-19 мая будет форум, на котором будут выступать и клиенты, и партнеры. Затем Кемерово, 22-23 мая. Я ожидаю, что в Кемерово будет очень хороший, очень сильный форум, потому что мы в прошлом месяце провели форум в Новосибирске. Это сибирский регион. И там команда сейчас активно готовится к тому, чтобы сделать еще больше форума, еще эффективнее в Кемерово. Затем Красноярск, 22-23 мая, тоже эти выходные, будет в Красноярске. Есть время еще поработать на этот форум, чтобы у вас там от вас были гости. Затем Пермь, 22 мая. В Перми тоже мероприятие. Тоже в эти же выходные, 22-23 мая, в Санкт-Петербурге тоже будет форум. У нас в эти выходные, 22-23, по-моему, там 7-8 форумов пройдет. Затем 22-23 мая тоже город Краснодар, форум, и я туда поеду на этот форум. Если вы приедете на этот форум, значит, мы с вами увидимся оффлайн. У нас будет и обучение, значит, и сам форум, и формальное общение. Значит, Краснодара, 22-23 мая. Затем идем дальше. Сама, 29 мая, тоже форум. И Ростов, мы уже заходим на следующий месяц, 3 июня. 3 июня это Ростов, форум, который тоже организует наши партнеры. Значит, это событие, которое нас ожидает в мае. Еще раз скажу, что это пока предварительно, потому что сегодня еще только 4 мая, и я больше нечем уверен, что мы еще добавим несколько форумов в майскую событийную линейку. Идем дальше. Значит, у нас с вами... Так, значит, сейчас... У нас с вами, если вы помните, у нас с вами была запланирована поездка в Турцию 11-14 июня. И, значит, ничего не предвещало беды, но, значит, ну, скажем так, все, что не делается, все к лучшему. И Турцию, вы знаете, у нас закрыли, и у нас нет сейчас полета в Турцию. И, то есть, говорят, что откроют ее 1 июня, но все больше и больше таких знаков, что, скорее всего, не откроют 1 июня. Более того, официальные лица нашего государства говорят о том, что они не рекомендуют бронировать Турцию с 1 июня. То есть, то ли это сигнал, то ли это просто рекомендация. И, понятное дело, что мы долго думали о том, что делать с этим мероприятием. И в итоге мы приняли решение, что мы это мероприятие, которое должно было пройти 11-14 июня, мы переносим это мероприятие на октябрь. У нас с вами в любом случае, мы так или иначе, в октябре мы тоже поехали в Турцию. Вы знаете, что мы работаем в течение года, у нас есть два выезда. Есть весенний выезд, есть осенний выезд. И если все открыто, мы едем в Турцию. Если закрыто, то мы один раз ездили в Сочи, один раз ездили в Красную Поляну. И мы думаем, что в октябре будет все открыто, и мы с вами поедем в Турцию, все хорошо будет. Поэтому мы очень скоро скажем даты, конкретные даты. Я думаю, что в течение, может быть, недели мы уже определимся. И мы точно скажем даты в октябре нашего мероприятия в Турции. Поэтому те партнеры, которые оплатили уже по путевке, вы можете без проблем взять эту путевку и перенести ее на октябрь. Причем это можно сделать без проблем. То есть мы уже спрашивают у туроператора. Более того, мы выберем даты в октябре, чтобы вот этот депозит, который вы сейчас внесли в июне, чтобы вы могли еще на эти деньги остаться на один, на два, на три дня больше. То есть в октябре цены будут ниже, чем вот в июне сейчас. Поэтому вот этот депозит вы сможете использовать на октябре. Потому что мы с вами в любом случае в октябре поедем. То есть это будет тот же отель. У нас там уже оплачен зал, и мы с отелем договорились, что они нам без проблем перенесут на октябрь. Поэтому наше мероприятие в Турцию, оно переносится. То есть ничего страшного, никуда не пропадает, оно просто переносится на октябрь. То есть вы можете свои путевки, если вы их оплатили, можете перенести. А если вы путевку еще не покупали, то мы очень скоро обозначим даты, и у вас будет огромное количество времени. То есть вы в мае уже покупаете себе туры на октябрь. То есть это будет, по цене будет интереснее, вкуснее по цене. И отель у нас не успеет встать в стоп, потому что сейчас мало кто его, наверное, будет бронировать, а мы его с вами можем бронировать и вообще, в принципе, закрыть весь отель под себя. Вот, можем сделать так. Поэтому мероприятие переносится, и вместо него мы должны в любом случае сделать мероприятие. И это будет летний уже выезд, 20-24 июня в Подмосковье. Мы решили собраться. Нам в любом случае нужно собраться. Нам в любом случае нужно провести обучение, собраться оффлайн. Это обучение, это неформальное общение, это обмен опытом и так далее. И по этой поездке у нас очень скоро тоже будет информация. Сейчас мы подготавливаем площадку, программу. Этим занимается наш департамент масштабирования. И вот, и как только будет информация, мы об этом тоже объявим. Идем дальше. Следующее мероприятие, которое у нас тоже уже запланировано точно, это 7 августа, это день рождения компании Global Intellect Service. Я уже много говорил про это мероприятие. И у нас скоро появятся билеты. Скоро это тоже, я думаю, что мы ожидаем на этой неделе. Уже появятся билеты. Как это будет выглядеть? Каждый партнер на пакете VIP, ему будут доступны 4 билета. То есть вы зайдете в бэк-офис, у вас откроется схема зала, вы выберете. И каждый партнер на пакете VIP может приобрести только 4 билета. Почему? Потому что у нас ограниченная посадка, ограниченное количество мест на этот день рождения компании. И доступ мы открываем только партнерам, которые находятся на пакете VIP. 7 августа, город Москва, уже все есть, площадка забронирована, уже командный организатор готовится. У нас будет там классное мероприятие. Первая часть у нас будет от администрации. Мы подведем итоги спринта, расскажем планы на следующий спринт. И вторая часть, это будет, мы будем отключать день рождения, будет большая-большая тусовка, будем есть вкусный торт. Танцевать, плясать, друг друга поздравлять. Значит, 7 августа обязательно себе поставьте в календаре. И можно уже брать билеты в Москву. Затем после день рождения сразу же у нас будет лидерская поездка. Лидерская поездка, мы собираемся на Лазурное побережье. Это будет 10-12 августа. Это поездка за счет компании, для того, чтобы туда поехать. Есть промоушен. Сейчас не буду на этом останавливаться. Можете узнать у своих кураторов. Затем дальше идем. Следующее событие, которое нас ожидает, это осенний выезд. То, о чем я говорил, это Турция, которую мы с вами переносим. И уже очень скоро мы с вами узнаем даты. То есть это будет 4 дня. Какие-то 4 дня в октябре. Скорее всего, это будет середина октября. Значит, и вы просто, вот, вам нужно взять путевку, чтобы она, то есть, чтобы путевка была так, чтобы вы вот эти 4 дня были в этом отеле. Можете приехать до и побыть в отеле. Может быть, там останетесь после мероприятия, еще побудете в отеле какое-то время. В общем, мы очень скоро эти даты объявляем. Для того, чтобы они у нас были, и вы могли уже бронировать. Ну, и самое главное событие, на которое мы тоже уже работаем, это итоги года, 2021 года. То есть они состоятся 6-7 февраля. Мы возвращаемся в Крокус Сити Холл. Значит, мы понимаем, что это самая лучшая площадка для нас. И мы уже ее забронировали, она уже оплачена. 6-7 февраля 2022 года. Это будет большое-большое классное событие, где мы с вами подведем итоги вот этого года, в котором мы сейчас с вами работаем. И поздравим всех самых-самых эффективных партнеров, которые создали большие достижения в этом году. Значит, это у нас все по событий на линейке. И я сегодня еще должен поздравить партнеров, которые добились результатов в апреле. И начнем со статусов. Так, начнем со статусов. Начнем с статусов. То есть это партнеры, которые закрыли новые статусы, новые статусы в апреле. Начинаем со статуса М3, менеджер третьего уровня. Назар Шаран, город Ивано-Франковск, Украина. Евгения Карташова и Сентуки. Бибиголь Айтенова, город Омск. Татьяна Костынская, город Тюмень. Владислав Гришаков, город Москва. Наталья Адзаба, город Тюмень. Елена Феоктистова, город Тверь. Бахром Пайтгам, город Фергана, Узбекистан. Павел Беряльев, город Фергана, Узбекистан. Екатерина Князева, город Тюмень. Елизавета Прощаева, город Тюмень. Александра Бордунова, город Сургут. И Лариса Нечапурнова, город Сургут. Это менеджер третьего уровня. Дальше. Региональный менеджер. В апреле Татьяна Келл, село Татарка. Это Россия. И Татьяна Носко, город Омск. Дальше. Генеральный менеджер в апреле Сесек Будажапова, город Якутск. И в апреле у нас был директор второго уровня, Сергей Ведин, город Киев, Украина. Значит, идем дальше. Также мы обычно отмечаем партнеров, которые активно работали в первую линию и подключили клиентов и партнеров. Начинаем. Отметим партнеров, которые подключили три клиента в апреле. Сергей Ирина Хабаркова, Улан-Удэ. Лариса Хамутина, город Саратов. Сурья и Равиль Хосянова, Москва. Дмитрий Кременов, Калининград. Галина Никифорова, ПГТ Новомихайловский. Андрей Прокопенко, Оренбург. Владимир Лисун, Санкт-Петербург. Анжела Дорошенко, город Ишкар-Ола. Яна Кан, Южно-Сахалинск. Ирина Панова, город Луцк, Украина. Наталья Познова, Рязань. Максим Иоанн Маркисеев, город Иркутск. Денис Рудих, город Иркутск. Тамара Тухалова, город Улан-Удэ. Раиса Терешина, город Рязань. Ерлан Турабеков и Крылогаш АТМ Шимкент. Уже 4 клиента. Дальше 4 клиента. Оксана Бушкова, город Киров. И Клинцова Тамара, город Нефтекамск. Тоже 4 клиента в апреле. Идем дальше. 5 клиентов в апреле. Валерий Ольшанский, Москва. И Максим Моисеев, город Москва. Идем дальше. 6 клиентов в апреле. Татьяна Фурсова, Самара. Шалбанова Уржак, город Кызыл. И Владимир Ежов, город Анива. И 2 чемпиона апреля. По 7 клиентов в апреле. Данил Голубь, город Домодедово. И Иван Федотов, город Кемерово. Кемерово, где 22-23 мая состоится в форум большой. Идем дальше. Теперь по партнерам. 2 партнера в апреле в первую линию. Бахром Пайгамов, город Фергана. Узбекистан. Александр Конов, город Севастополь. Татьяна Санахурска, я надеюсь правильно назвал. Ивано-Франковск, город Украина. Бибигуль Айтенова, город Омск. Анна Телнова, город Москва. Назар Шаран, город Ивано-Франковск, Украина. Марина Лагунова, Москва. Анатолий Дедков, город Оренбург. Елена Бичинова, город Абакан. Микола Молотковский, город Ивано-Франковск, Украина. Евгения Читякова, Сочи. Наталья Дзабак, Тюмень. Валерия Летучила, Тюмень. И Людмила Романова, город Вена, Австрия. Затем 3 клиента в апреле. Евгения Плеска, 4. Сергей Минаков, Усть-Улинск. И София Панченко, город Тюмень. И 4 партнера в апреле, 4 партнера в первую линию. Татьяна Костынская, Тюмень. Евгения Карташева, Есентуки. Татьяна Келл, город, село Татарка, Россия. И Павел Бериалев, город Фергана, Узбекистан. То есть это 4 партнера в прошлом месяце, апреля. И мы закончим гонку городов, как обычно с вами, гонка городов. Мы смотрим за весь спринт, который начался у нас получается в февраль, март и апрель. За 3 месяца этого спринта по клиентам. 10 место Калининград, 9-е Краснодар, 8-е Иркутск, 7-е Бишкек, 6-е Пермь, 5-е Самара, 4-е Улан-Удэ, 3-е Санкт-Петербург, 2-е Тюмень и 1-е Москва. И по партнерам, рейтинг городов по партнерской программе. 10 место Тверь, 9-е Ифано-Франковск, Украина, 8-е Киров, 7-е Санкт-Петербург, 6-е Пермь, 5-е место Фергана, Узбекистан, 4-е место Сочи, 3-е место Омск, 2-е место Тюмень и 1-е место город Москва. Это гонка городов по результатам этого спринта. Так, ну и в принципе это вся информация, которая у меня была сегодня для вас. Еще раз, в сухом остатке, наверное, самое важное, что было на этих итогах. Еще раз я повторюсь, ребята, мы с вами сейчас, есть такое ощущение, что мы с вами находимся вот перед вот этим взлетом, когда есть вот этот экспоненциальный рост, и мы находимся вот в этой точке, потому что сейчас вообще все сложилось, все факторы сложились для того, чтобы вот этот рост произошел. И экономика на платформе, то есть платформа начала работать сама по себе, то есть органическая экономика внутри платформы происходит. И клиенты присоединяются, и пользователей огромное количество, и внутри компании все очень хорошо. Мы сейчас много работаем над тем, чтобы вот эти инструменты докручивать, которые позволяли бы предпринимателям больше получать выгоды от просто нахождения на платформе, то есть просто нахождение на платформе. То есть, может быть, даже ты не будешь пользоваться инструментами, но от того, что ты просто находишься на платформе, тебе приходят клиенты. Вот. И, в общем, все сейчас для того, чтобы мы с вами все, вот, как бы звезды сложились, чтобы мы с вами выстроили. И в партнерской программе тоже все очень хорошо, и событийная линейка насыщенная, и мероприятия, то есть вот, ну, прям вообще все отлично. Вот. И у меня на этом все. Все. И через 20 минут у нас обучение. Еще раз. Из этой комнаты нужно будет выйти, зайти в бэк-офис и взять ссылку, которая есть в бэк-офисе, если у вас есть пакет VIP. Через 20 минут обучение от первых человек в компании Ивана и Наталья Сорокина. На этом у меня все. Я желаю вам продуктивного месяца в мае, и чтобы вы поработали в мае таким образом, чтобы, когда мы будем выводить итоги мая, я обязательно назвал вашу фамилию в рейтинге чемпионов апреля. На этом у меня все. Хорошего вам дня. До встречи. Пока. 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 Продолжение следует.